Здравствуйте! 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 Меня зовут Сергей Маркович. Я в гостях у Диме и Андрюше. Русская зима настает. Снег падает. Рипка у нас средоземноморская. Топла. Замечательно интересный вариант. Поехали, друзья! Ну, в общем, для начала мы ее обработаем слегка по поверхности. Для этого очень простое. Ну, скажем, немного перцу. Ну, такого перца. Оп-оп-оп-оп! Я покажу. Техника сегодня у нас замечательная. Наоборот. Крутиться надо. Парень занимается сайтами, компьютерами. готовить бездовольство, не убить перинатейши. Так. Ага. Жалеть не будем. Обильно. Ну... Хорошо. Ты решил последовать рецепту Сержа, да? Соль и усилитель вкуса. А как же без нее? Так. Да... Пожалуй, еще. Чтобы... Усиливать, так усиливать. Ой, я как-то... С Андреем мы вместе попали... Точнее, я попал в гости к Андрею, и он делал замечательную такую процедуру карпа-провожания. Он, оказывается, известный мастер карпа-провожания. Ты же знаешь, что в еде очень важно не только вкус... Да, и вот результат, но и сам процесс. Да. Вот Андрей, специалист по процессу, он замечательно просто делает карпа-провожание. Это когда делается карп. Да. И его торжественно провожают в духовую печь. Ааа. Я думаю, мы можем проводить этого Сибаса. Он... Выражение лица мне нравится. По-моему, он очень достоин. Парень красавчик. Да, 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 да. Не зря гулял по морям. Я чувствую себя как в дружелюбном концлагере. Где хорошо кормят. Ну, хорошо. В таком виде он у нас должен провести некоторое время, сродниться со всем тем, что к нему пришло. Понятно. А мы тем временем займемся начинкой. Вообще, я считаю, что в каждом пирожке главная начинка. Правда, насчет рыбы это все-таки не совсем так. Ну, понятно. Но все-таки... Пирог званый Сибас, господа. Да. Рецептура называется пирог званый Сибас. Ой, давай я вторую пока сделаю. Дальше. Есть у нас зелень. Вообще, я, честно говоря, не знаю ни одного практического блюда, которое мне удалось бы сделать без зелени. Иногда хочется удержаться, но руки сами тянутся. Просто... Ну, пожалуйста. Да. Зелень полезная. Да. Сметана и окроп. Да. Почему русские любят сметану и окроп? Ну, что-то в них есть, знаешь. Ну, почему русская кухня всегда сметана и окроп, сметана и окроп и сметана и окроп? Хочу ответ, пожалуйста. Серж, я тебе дам ответ. Это очень просто. Дело в том, что в укропе содержится вещество, которое небольшую такую эйфорию вызывает. Знаешь, как в шоколаде. А-а-а, наркотик, хочешь сказать. Ну, не наркотик, но похоже. Ну? Очень приятная такая штука. Пока не запрещено. Что будет потом, не знаем. Петрушка. А я вот не знаю, почему сердерей иногда пастернаком называют. Пастернак и сердерей не имеют ничего совместного. Сердерей это такая круглая штука, как шарик. Похоже на гандболный шарик. Меч. А пастернак, это тако, долина, это на самом деле должен быть корен на петрушку. А сердерей, это тако, полезно дала мушчине. Потенциал, уважаемые друзья. Прекрасный аромат. Используйте это. Тут у нас базилик, что ли, да? Да, да, да. Если бы, конечно, у нас был свежим, его порезали пока. Ну. Ситуация. Да. Идёмся. Хотя, если он есть, то, конечно, только его. А я предлагаю ещё лучку сюда добавить. Давай в следующий раз. Давай. Или, скажем, в ту рыбку. Смотри. Так. Ну, в принципе, на этот раз я решил попробовать кунжут. Это будет эксперимент. Так, в общем-то, иногда бывали семечки. Так, у нас храбрые друзья, они занимаются на самом деле компьютером. Если чего-то там не получится, не имейте ничего. Там ребята экспериментируют, ребята храбрые, это надо уважать. Это всегда получается? Всегда получается, ребята. Мне кажется, что это будет очень солёно, но мы посмотрим. Правда, у нас морская солью можно добавлять всегда чуть-чуть побольше. Я шучу Андрей, Андрюша. Уже опытный, замечательный повар. О, да. Большое количество провожаний карпов. Парень провёл кучу карпов в духовку, понимаете? У нас сегодня всё на открытом огне. Можно и по-другому. Экспериментируйте. Плавайте с нами. И с карпами, с сибасами, и с прочей жизнью. Тут у нас инструктор по подводному плаванию. Он знает, как рыба плавает, как живот там делает, как она там развлекается и всё остальное. Тут у нас проводник Карпов, сибасов, Дарадов, форелову духовку. Меня повезло сегодня. Завидуйте. Сметана, укроп, сыр, ничего сложного нету. Конжут. Конжут. Правда, пока сырови, надо надо обжариться немножко. Хорошо. Ну что ж, будем считать? Что черни все готовы. И что они готовы соединиться. Угу. Мне кажется, что это всё замечательно. Отлично. Фасируем рыбу. Это действительно фарширована рыба, господа. Да. Не жалеем начинки. Здесь в этом отношении можно как с пирожками. Секрет любого пирога, даже рыбного, если берёте тесто. Что больше фаршировки? Фаршировка вкусная, интересная. Следите за Андрюшей. Ну и так слегка, немножечко, проходимся по поверхности. В общем, настолько проходимся, насколько у нас остаётся лишней начинки. А подушку не хотим сделать? Ну... А подушку сделать снизу или сверху? Или со всех сторон? Со всех сторон. Ну я обычно, когда спим, я подушку ставим снизу. Снизу. Если слишком холодно или там... Или шумно. Или шумно. Шумно, я поставим и сверху. Можно сибасу будет шумно. Ну, я думаю, что он на нас будет не в обиде. Главное всё-таки то, что внутри. У нас есть один маленький секрет. Уважаемый друг. Да. Когда жаришь рыбу. Да. Чтобы она стала мясо плотным. И так дальше. Всегда добавим лимон, господа. Всегда. Потому что лимоновый сок делает рыбное мясо всегда плотным, что оно не би разваливало все. Маленькие секреты больших мастеров. Приятна котита. Всего племеси. Ну что ж. Мы почти готовы отправить его в последнее плавание. Прекрасный путь. Да. Чуть побольше отмотать. Если делаем у духовки, мы можем регулировать температуру. Если делаем на углях, все племеси. Надо обжимать, я так понимаю. Чтобы воздуха побольше. Поехали. Да, да, да. Замечательный русский элемент называется лопата. Поехали. 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 Ну не знаю, давай посмотрим. Давай. Давай. Да ладно, чё страшно, с угол мышцами вкуснее. Во, во, во. Я помогу, я конечно помогу, чё с уважаем и друзьям у нас сами крути интересный момент это запахи о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Кунжут хрустит, ароматы прекрасны, что я могу сказать, записывайте рецептуру, обязательно попробуйте, дальше экспериментируйте Я сейчас поеду там с этими два парня, мальчика замечательного, любителя приготовления еды Всё это попробуем, спасибо вами, до свидания Счастливо 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 Субтитры сделал DimaTorzok У нас мадам Ольга Попова, Елена Варнадская, чемпион, это не чемпион, это настоящий чемпион Макс И короче у нас еда как надо за спортсмена, чтобы было круто, энергично Короче, друзья, вы нами готовите что? Сегодня мы попробуем сделать для вас плов Может быть не самое редкое блюдо, но у нас достаточно своеобразно по конно-спортивному готовится Так, господа, и мы начнем с чего делать плов? Ну, в плове очень как бы простой, достаточный рецепт по количеству ингредиентов Мы всего берем одинаково, что очень несложно запомнить Например, мы берем килограмм риса, килограмм моркови, килограмм лука и килограмм мяса Ни в коем случае в плов морковка не должна тереться на терке Да Не должна нарезаться как-то там очень мелко или очень крупно Она должна определенной вот такой вот длинненькой соломочкой нарезаться Значит, соломка должна быть достаточно крупной Вы знаете, есть такая русская поговорка Кашу маслом не испортишь, да? Да Так вот, плов морковью тоже Вот, из того, что нам еще нужно, это как бы, может быть, не самый главный ингредиент Но вот нам бы желательно еще бы вот мясо к плову приготовить Да, какой? Ну, вы знаете, плов можно готовить на любом мясе вплоть до не мяса, то есть рыбы и грибы Но все-таки классический он выполняется на баранине Честно не знал, чего сегодня случится Случайно принял узбекские лепешки и случайно с собой принял запас баранины Потому что, как то, и мы обычные, которые работаем, должны кушать У нас есть ребра, корейка, плюс у вас есть Вы знаете, как бы, в плов есть такое понятие Чем, я, может быть, сейчас немножко кощунственно скажу, но это действительно так В плов мясо чем хуже, тем лучше То есть не нужно выбирать вырезку Не нужно выбирать там что-то типа котлет отбивных А вот обязательно, может быть, что-то с ребрышками Немножечко с жирком, немножечко с жилочками И именно тогда в плове будет вот самый замечательный тот вкус, который он под собой подразумевает Лук надо мелко или как? Нет, вот так как раз достаточно Совсем мелко не нужно, восхитительно Главное соблюдать вот эти вот пропорции Когда у нас практически все будет готово Да, вы понимаете, что любой костюм, любая одежда Какая бы она красивая и дорогая не была Любая красивая девчина есть, и не оденец, и оно... Это раз И не накрасит И может быть, да, без аксессуара некоторого она будет никакой Вот аксессуар к плову замечательный, который я увидела единожды Было это исполнено одним моим очень хорошим знакомым, другом И мне очень понравилось, я на многие годы это запомнила Это вот такое вот, немножечко нужно постараться, но я думаю, что для друзей это можно сделать, да? Мы с вами фигурно вырезаем лучок вот таким вот образом Вот Это может быть быть достаточно долго, но я постараюсь Чтобы сделать красивое такое украшение, завершение, венец нашему блюду Это типа корзинки маленькие Да, типа как мы делаем яблочки Знаете, очень приятно порезать так яблочко И когда вот мужчина такое яблочко передает женщине, она уверена, что это целое яблочко ей дают Она берет его так, а у нее в руках оказывается половинка Она сначала расстраивается, что всего лишь половинка А потом очень благодарит своего партнера, потому что это красивая половинка Вот так раскрывается яблочко Вот так мы вынимаем из лука, делаем маленькие корзиночки Укладываем в них гранат И это очень вкусно под горячий плов Вот нам Максим сейчас показывает, уже здесь есть такие вот корзиночки В каждую мы наполняем, так донышко мы устилаем с вами листиком петрушечки Вот так И засыпаем гранатом Так, а сейчас попросим мадам Ольгу Попову У нас сегодня на столу нет скатерицы И это специально ничего не готовим на скатерить Я готовим на чем? Как зовут эту ткань? Да, скатерти у нас не оказалось в нашем ранчо Но конник всегда найдет выход из положения Мы предложили Сержу накрыть наш стол попоной Попоной это такая одежда лошадиная Для тепла Вот у нас такая чистенькая попонка, не волнуйтесь, граждане Все нормально Это спецодежда для спортивной лошади Короче, что лошадь небе прохладала, все вы одеваете Да, мы одеваем зимой эти попоны Причем они нас спасают не только, когда у нас нет скатерти Когда нам надо укрыться Поспать в машине, в коневозе, когда мы едем на соревнования Или соревнования, мы тоже укрываемся этими попонками Называется коньская жизнь Ну такая кочевая, да, примерно на цыганский табор Поэтому готовить любим вкусно, много и на всех Айву надо резать? Обязательно О, как говорим Она пойдет очень скоро Как, как, как? Айву никогда не слышала про плови Долечками, как яблоко Вот не, ну можно так Это не очень принципиально Да, очистить его такими можно вот длинными долечками Так, да, да, абсолютно верно Как будто всю жизнь плов сайвы готовят Чеснок надо? Надо, да И от чесноке мы не сказали От чесноке мы не сказали, пардон Чеснок в плов ни в коем случае не отделяется долечка от долечки Не чистится совсем А просто вот так ручками снимается вот Это основная шелуха И вот таким вот, в таком виде У нас вот эта головочка чеснока идет в плов И замеряю вас, господа, что ничего вкуснее нет затем Кроме как вот это подтверждаем Vamos, господа, поехали Собачка у нас Ждет пловика Да Собаке дам коз, собаке не дам мясо Дам, дам, чуть-чуть Я злой Ну и что сейчас делать? Мы берем казан Вот у меня самые свободные руки Вешаем его на активный огонь И наливаем туда растительного масла Жаль, что у нас нет хлопка Ну, примерно пол-литра, если мы делаем все килограмм на килограмм на килограмм Ну, понятно Следующее, что мы должны засыпать туда после того, как масло закипит Это будет лук Плов требует... Может быть, каждый любит свои специи Что-то свое, какой-то свой вкус И здесь, как и нет, на вкус и цвет товарищей нет Но два ингредиента и специи Это основные, которые должны быть в плове Это барбарис и зира Все остальное мы здесь и не говорим Что мы туда добавляем Перец, соль, что-то еще такое, что нам нравится с вами Красный сладкий перец, либо карри Но зира и барбарис, это основное, что должно там быть Это будет несколько позже Вот Серж справляется пока со своей задачей Весь лук туда уже выбрасывал почти что Теперь мы с вами должны довести лук Вот в этом количестве масла Которого, мне кажется, правда, мало Да Должны довести до легкого золотистого оттенка Что даст потом цвету нашего риса в плове Именно тот цвет, который будет вызывать бешеный аппетит И это будет как раз разница между кашей с рисом и пловом с мясом Представляете, когда вас русские девушки пригласят у гостя Да вам приготовят еду Все надо делать одному Так, господа, девушки, знаете, как ускорить процесс? Как? Чтобы лук быстрее становился прозрачным Каким надо, добавить немного соли Век живи, век учи Мы много знаем, но, конечно, в этом виде, так сказать, искусства Гораздо меньше, чем Серж Первое, вот, все, что мы делаем в начале, то есть до засыпки риса Все должно делаться на достаточно сильном огне После того, как мы засыпали рис, огонь уже может быть умеренным И сейчас приходим к следующему шагу, да? Да Он так какой? Следующее, это мясо Баранина должна пойти у нас в огонь Чеснок не надо? Пока рановато, мы удаляем айву и чеснок Так Буквально несколько минут Да Когда мясо у нас немножечко обжарится Прям вот, буквально минут 10 Да И мы будем добавлять айву, чеснок и морковь Засекаем А рис, это заключительная стадия процесса После которого мы с вами все абсолютно можем отойти от костра Спокойно отдыхать и 40 минут забыть обо всем Но сделав огонь таким щадящим У нас уже замечательно пахнет Наш следующий шаг какой? Следующий шаг это чеснок, айва и морковь Давайте решим, как мы это будем делать Слегка, вы помните, почищенный чеснок Еще свои шкурочки Это ничего страшного, что я тут так бросаю, да? Это прекрасно, он найдет свое место там Айва и теперь морковь Вот мы сейчас, ребята, заметьте Уважаемые дамы и господа Мы все основные ингредиенты нашего блюда уже смешали Здесь феноменално пахнет, господа, честно Пока, значит, наша морковка стала мехом, обжаренным У нас есть шаг Следующий Следующий шаг у нас И последний к финишу Это засыпка риса Давай В данном случае мы имеем пропаренный рис Мы его Я вам так буду благодарна Плавненько по кругу Вот так, отлично Тонкой тройкой по кругу Мы должны засыпать рис на 2 сантиметра выше Еще немножечко У нас жаркий огонь Еще немножечко Прекрасно И теперь мы должны закрыть это все плотной крышкой И сделать огонь не сильным У меня такой вопрос Мешать не надо? В никоем случае Можно приравнять Вот так прилопать Плав уже готов Вот Максим у нас распушился Он молчал Ребята, это замечательно пахнет У меня поварские пальцы Я могу и руками Это верхний флорист У нас наша прекрасная блондинка Елена Обещала, что украсит наше блюдо Поехали за стол Вперед Поехали Идем к столикам Ура! Плов готов! Максим у нас сейчас примет самое Ну Максим старый спортсмен Короче, сейчас Максим раскладывает это все Девушке у нас творческий кадр Девушке у нас От края Рис составляю вами Мясо заберу с себя Сербанно Рис россиянам Я за сербом рис россиянам Давай! Баранина мягкая Очень ароматно, очень вкусно Вот Серж мне помогает Он молодец Он чувствует всегда волну Как нужно сделать Хотя я и просил больше мяса, меньше риса Но никто не повелся Все сделали по ингредиенту Как положено Отлично, замечательно Вот так мы украшаем плов Ребят Так как нам До свидания на лошадях Я заберу это с собой Вам и желаю приятного аппетита Спасибо огромное До свидания В таких передачах я никогда не участвую Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин